Аргейм Рос. Солдатики. История. Их моделизм. Беседы блогера Дмитрия Пучкова и историка Клима Жукова всегда интересно смотреть и слушать. Но в них есть небольшой недостаток, когда речь идет об исторических событиях, в виде маловизуальных планов. Порой хочется не только слышать, но и видеть то, что происходило в древней эпохе. Я решил разбавить беседу двух интереснейших собеседников изобразительным рядом, чтобы зрителям было интереснее и познавательнее на это смотреть. Ссылку на оригинальный ролик я дам в описании. Если Дмитрий Юрьевич или Клим Александрович посчитаете это видео неуместным, то просьба не подавать жалобу, а написать мне ВКонтакте. Ссылка в конце видео. По первому же требованию видео будет удалено. Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день. Добрый. Всем привет. Продолжаем. Заканчиваем крестопоходы. Так. Только бы по-граничному с нами Ливонию разобрали, ну, по крайней мере, в начальном этапе именно крестоносного движения туда, то есть то, что можно именно назвать, если бы мы полтора справимся, оказалось. Не так всё просто, да. Час пятьдесят на одно. Да, ещё и конь не валялся. В общем, теперь нам нужно посмотреть на крестовые походы туда же, но ближе к западу, то есть в Пруссию. Только бы по-граничному с нами Ливонию разобрали, ну, по крайней мере, в начальном этапе именно крестоносного движения туда, то есть то, что можно именно назвать Ливонским крестовым походом. Существование ордена там, понятно, до XVI века рассматривать не будем, потому что-то, строго говоря, уже никакой не поход, они там уже жили. Чего его рассматривать? Там Иван Грозный внимательно рассматривал, что это вы там делаете так долго? Это вы там затеяли. Да, и главное, где деньги? Школа Дементия. Главное, где деньги, интересовал Ивана Грозного. Хороший был царь, понимал, куда смотреть и к чему стремиться. Смотрел на банковский счёт, стремился тут даже. А теперь, значит, Пруссия. Причём тоже, конечно, сразу анонсирую, что мы не будем рассматривать деятельность Тевтонского ордена в Пруссии с XIII века до начала XVI. Ну, потому что какой смысл? Это не крестовый поход. Мы именно о крестовом походе в Пруссию, то есть то, как там Тевтонский орден утвердился. Постоянно спрашивают, почему он Тевтонский, когда всех Тевтонов ещё Гаймарии вывел. Немножко обнулил. Да. В их яростном порыве. Оно пишется как D-E-U-T-S-C-H. Да, а раньше, на Средневековщине, оно писалось то же самое, только через Т. Т-E-U-T-S-C-H. Это называлось только как Тойч. Тойч. А если взять первые буквы, то это Теут. То есть, Дойчленд – это Тевтонция как раз, значит. Тевтонская земля. Поэтому Тевтонский орден – это немецкий орден, если дословно перевести на русский язык. Почему он немецкий, мы это объяснили, когда рассуждали вообще о рыцарских орденах? Ну, просто потому, что это был госпиталь Девы Марии Иерусалимской. То есть, госпиталь для немцев во имя Девы Марии Иерусалимской. Поэтому вот он получился такой немецкий. И что характерно, в самой этой святой земле Тевтонский орден отличиться практически не успел. Ну, да, они там построили несколько замков. Построили замок Монфор у них самый главный был. Это французское название – Монфор. Ну, как бы, наверное, и всё. То есть, они не успели по-настоящему прославиться в каких-то боях, сражениях, походах. Ну, просто потому, что появились позже всех. У них шансов особенных не было. Опоздали к этому празднику жизни. Опоздали, да. Это понятно, что иоаниты с тамплиерами там с самого начала, ещё неизвестно, кто раньше это, всё успели застать. А эти ничего не успели, потому что появились только в Третьем Кристовом походе, и всё. Но при этом, вот чем они точно успели отличиться – железно совершенно. Вот они почти не отставали ни от иоанитов, ну и, конечно, отставали от тамплиеров, но не очень сильно, в освоении земельных угодий, где попало. То есть, далеко не только в Святой Земле, и в первую очередь уже не в Святой Земле, потому что если у темплиеров с иоанитами были иллюзии насчёт того, что они там навсегда, то тефтонцы так поздно появились, и во время таких горячих событий, что никаких иллюзий уже не испытывали. Было понятно, что ну тут ещё лет 50, и это повезёт, если так получится, и всё, потом нас оттуда вышибут. Поэтому они сразу начали заниматься тем, что они принялись искать земли где-то ещё. Потому что было бы жалко такую замечательную организацию бездарно терять, поэтому нужно сделать некую базу под этой организацией. Для чего нужна, опять же, земля, крепостные крестьяне, податное население, неплохо бы ещё каких-то торговых путей оседлать. Во-первых, они не занимались поиском разрозненных земельных угодий. То есть, понятно, можно же там взять у донатора, спонсора, там, кусочек земли в Швеции, кусочек земли в Англии, кусочек земли в Италии, там, вот такими вот заплатками. Нет. Тевтонцы всегда заселяли какие-то очень крупные земельные наделы. То есть... Делать так по-большому. Да, причём сейчас более-менее, когда смотришь на карту распространения тевтонских комтурсов и бальяжей, понятно, почему они располагались именно там. Потому что теперь, слава богу, огромная масса документов опубликована, они в основном этих спонсоров искали ровно из тех мест, откуда происходят сами. То есть, так получилось, что Тевтонский орден, ну, в основном, опять же, это так вышло, там, наверное, процентов 50 высшего командного состава происходило из Тюринги. Какие города рядом? Ну, крупные немецкие, чтобы хотя бы граждане ориентировались. Я думаю, я вам просто карту пришлю, и там прям будет вот показано. Я, с вашего позволения, не смотрю тогда, потому что я сам тупой, блин. Так. Тюринги, потом следующее по количеству численности из Франконии, прошу прощения, потом Срейн, Фальца, то есть, есть землячество. И вот на территории этих землячеств орден вдруг совершенно внезапно начинает отваливаться некие земельные пожалования прямо в Германии. Удачно. Очень удачно. То есть, это прямо вот всё было конкретно сделано по семейно-родственным земляческим связям. Границ не вижу, но, в общем... Лейпциг. 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 Хемниц. Цвикау. Эрфурт. В общем, там. Айзенах. Кстати, Айзенах – это первое было пожалование Тевтонскому ордену вне Святой Земли. Они основали монастырь в Айзенахе. По этому поводу сохранились грамоты, как его им пожаловали, кто пожаловал. Вот Айзенах – это было первое тевтонское владение на континенте вне Святой Земли, и это было бы, в общем, неплохо. То есть, что такое земля? Земля – это денежки, то есть, постоянно идёт прибыль, а раз есть прибыль, значит, на этом основании можно как-то существовать неплохо. Ну, это же ничего не значит, потому что если вот, ну да, хорошо, у вас монастырь в этом Айзенахе, там владение под Эрфуртом есть, ну и что? Эрфуртский собор. Это не государство. В нём был посвящён Сан-Мартин Лютер. О! Августинский монастырь, в котором Лютер дал обет монашества. А ещё у Эрфурта, у города Эрфурт, герб, видишь, на монтаже, там колесо нарисовано. Сразу привет братскому клубу Эрфурт. Ну, в общем, вот она, в самом, так сказать, серии. Ну, я же карту пришлю, и более того, я пришлю карту распространения орденских владений, где они там находились, там всё будет прямо отмечено. Наряду с Саксонией, одна из наиболее экономически развитых федеральных земель на востоке Германии. Вот там у них и тогда было, видимо, всё в порядке с развитием экономики. Да, так вот, это же не государство, потому что ты находишься в подчинении у, например, ланграфа Тюринского. Ну, потому что у вас монастырь-то на этой территории находится. Ну, конечно, это всё-таки орден, он находится, в общем-то, лично в подчинении у папы, но... Ну, это великий магистр находится в подчинении у папы, а если у вас есть территориальное какое-то владение, так оно же может находиться не в подчинении у папы, т.е. оно опосредованно будет. Словом, это не дело. Если тамплиеров, судя по всему, это вообще не парило, им наоборот нужно было, чем они более разрознены, тем лучше, потому что у вас как можно больше этих финансовых центров будет в разных местах, наоборот, удобно. Зачем вам вот эти вот чудовищные какие-то земель на дело? Вам нужен банк один, ну, т.е. храм, извините, монастырёк, а там гостиничка при нём, всё. Тогда это так называлось. Да, т.е. не нужно вам этих всех полей и угодий вокруг, ну, только там по минимуму, чтобы можно было туда дорогу подвезти, причал построить, где корабль будет причаливать, а тефтонцы имели в виду, что они именно государство хотят, хрестоносное. Вот как в Святой Земле, только… ну, видите, теперь не в Святой Земле, потому что что-то там не складывается. Ну да, в первую очередь, конечно, всё равно, вся риторика тефтонского ордена была направлена, в первую очередь, на Святую Землю. Или где-нибудь рядом, чтобы все понимали, что да, нас выкинули военной силой, случайность, мы сейчас соберёмся с силами и всё обратно отнимем. Конечно же, это не повторится. И это уже точно навсегда, вот теперь навсегда, поэтому, когда хрестоносцы вышибли из Святой Земли, они некоторое время попытались осесть на Кипре, но так получилось, что Кипр себе захотел германский император. Опять не сложилось. Не сложилось. Поэтому вот дело доходит до времени правления четвёртого великого магистра тефтонского ордена, Германа фон Зальца, подозреваю, тоже был из полян, Зальца, Сальца. Или солёный какой-нибудь, нет? Фон Зальца, это из, видимо, он же из, это же не фамилия сама по себе, это обозначение места, откуда у него рот происходит, т.е. из какой-то Зальцбурга, какого-то там, не знаю, Салёнбурга, из Зальца, короче. В общем... Зельц, да. Герман фон Зальца, который правил с 1209 по 1239 год, очень долго, т.е. это один из самых долгоиграющих магистров в Тевтонском море, 30 лет, на руководящих постах, это немногие так вообще выдерживают. И он оказался настоящим создателем вообще орденского государства. Т.е. дяденька был страшно толковый, очень качественный дипломат, и дипломат, который, во-первых, а, умеет ставить цель, и б, их последовательно добиваться и доводить до конца начата. Это тоже, кстати говоря, редкое качество. Герман фон Зальца начал невероятно сложную дипломатическую игру, просто потому что, вот представляете, в Европе уже тогда в общем и целом всё было поделено. Понятно, что там уровень заселённости даже приблизительно до современного не дотягивал, но было ясно, что вот это у нас, значит, будет этот князь, тут у нас будет другой князь, значит, здесь Венгрия, здесь Польша, здесь Германия, и куда ты сунешься, в смысле не поселиться, а создать новое государство, причём в Европе, как? Все уже заведены под крыши, всех окормляют. Т.е. ты можешь к кому-то примкнуть, и ты уже член Священной Римской империи. В чём проблема-то? Но эти ребята захотели новое государство, которого раньше не было вообще. Т.е. не выделиться из чего-то, например, по династическим соображениям, что вот у вас там была одна династия, вот она разделилась на две, и им какое-то герцогство или графство наполам порезали. Ну да, это будут два новых графства или герцогства, но всем же понятно, что это на самом деле одно и то же, просто оно стало у каждого в два раза меньше, а вот ребята захотели абсолютно новую территорию. С чистого леса. Да, и новую территорию, в общем, можно было найти только в двух местах, ну так, если же по большому счёту, в Европе, ну конечно, в трёх, не считая Ливонии, но там уже были люди, которые занимались тем же самым, это Венгрия, Трансильвания, и это Пруссия, и, конечно, когда венгерский король Андрош II пригласил тевтонцев на защиту трансильванских границ от куманов, т.е. от половцев, которые от монголов доломанули и очень беспокоили венгров, то, конечно, вообще тевтонцы с радостью согласились, и Герман фон Зальца организовал целый бальяж большой на территории Венгрии. И вот тут, да, сразу скажу, это была к этому времени обычная практика, потому что разные ордена приглашали везде для решения разных задач, в Испании, мы знаем, там свои ордена организовались, и, кстати, там же тамплиеры работали против арабов местных. Короче говоря, ордена звали везде, это было очень популярно, ну потому что они доказали свою эффективность, сражаясь в Святой Земле. Та, может быть, не всегда удачно, но это были крайне серьёзные постоянные готовности организации с дисциплиной, ну которую все причём думали, что тебя на твоей территории грабить не будут. Это, кстати, была ошибка, т.е. если всё остальное было правильно, то вот последний пункт – это было явно недомыслие. О чём мы ещё делали? Ну ради чего он такие дисциплинированные? Ради упорядочного грабежа, собственно, всё это делается исключительно. Так вот, позвали в Венгрию тефтонцев, и вот в этот момент как раз стало понятно, что вообще собирается предпринять Герман фон Зальца. Что он собирается? Землю он всё собирается хапнуть, это даже, наверное, можно было бы специально не озвучивать, но мы озвучим ради ясности понимания. Потому что да, они отбивали куманов, находили и обдержали границу, но они эти земли почему-то вдруг немедленно стали считать своими, и чтобы никто не сомневался, подали прошение одновременно римскому императору и папе римскому, чтобы им кусок венгерской земли отдали в постоянное пользование. Неплохо. Причём, заметьте, Николай у Венгрии… Кто-то этот Андрош охерел, такой удачи редкой позвал, блин. Опять же, тут же как? Он не принадлежит к территории Священной Римской империи, но Священная Римская империя, мы же понимаем, что вообще везде – это император, он главнее короля, а уж Папа Римский, если тоже согласиться, ну всё, придётся отдавать, а как? А венгры – они уже тогда верующие были, тут всё как надо? Да, конечно, конечно. Они тоже католики? Да. Так вот живёшь и не знаешь. Нет, так это уж 13 век, они уже давным-давно окрещены были, там у них всё было в порядке. Да, но Андрош-то оказался молодец, потому что он не стал ждать, пока Папа и император это всё одобрят, утвердят, он просто прислал войска и вышиб их нафиг оттуда этих тевтонцев. Толковый. Ну просто пока не поздно, потому что если бы они там окопались, ну это уже непонятно бы, чем это всё могло закончиться, т.е. конкретно как раз понятно, их потом оттуда дустом было бы не вытрубить. В общем, тевтонцам пришлось срочно уходить из Венгрии, это было бы очень обидно, т.е. да, их эта трансливанская идея не удалась, но ровно в это же время, т.к. Герман фон Зальца был очень-очень толковый политик, он сразу занялся диверсификацией усилий. Т.е. другие подразделения действовали на других направлениях? Да, да, и конкретно в Пруссии. Как Пруссия, какие города рядом, иначе ничего не понять? Это конкретно Восточная Пруссия, т.е. это то, что теперь у нас частью Польши в основном является, там у нас это, получается, восточнее и восточнее, южнее Данцига, вот так вот. Но я опять же карту пришлю. К Даниской. Да. Я опять же карту пришлю, покажу, где это всё располагалось, чтобы не быть, так сказать, голословным. Да, так вот, Пруссия, что такое Пруссия? Пруссия – это очень объект, прямо скажем, непростой, потому что, что такое Пруссия? Она, с одной стороны, граничит сверху с Данией и Шлезовик-Гольштейном, с Запада, разумеется, она граничит с Германией, ну а с других сторон – с Польшей. Какая-то мега здоровая. Не, ну это прямо вся Пруссия сразу, потому что имейте в виду Восточная Пруссия. Опять же, я пришлю карту. А что такое Польша, вот, например? Потому что мы привыкли смотреть на Польшу с неких европоцентристских позиций эпохи модерна, т.е. как национальное государство мы Польшу воспринимаем. Т.е. Польша – это, значит, социалисты в Варшаве и есть вокруг некоторые территории, с одной нацией, которая говорит на одном языке. А это ведь было не так совершенно, потому что, да, Польша на какой-то момент она образовалась как единое государство. Но как и любое феодальное государство, оно, естественно, должно было пережить период раздробленности, каковое и не замедлило наступить. Продержались они, кстати, довольно долго. Этому способствовало то, что у них, как и у нас, одна династия всем правила. У нас Рюриковичи, у них пясты. Ну да, да, это у них эти пясты правили, но это как раз да, на некоторое время задержало развал, но через это некоторое время именно оно и способствовало, потому что когда династия дробится внутри себя, на полном основании каждый родственник требует себе кусок земли. Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. И вот у нас Польша – одна династия, вроде бы, как кажется, говорят на одном и том же языке. Ну вот у нас сначала разделилось в конце XII века – Великая Польша и Малая Польша. Причём это не в смысле размеров, как мы понимаем. Малая Польша, как и Малороссия – это калька с греческого микро-руссия или микро-поландия, т.е. она микро… не в смысле, что она маленькая, а в смысле того, что из неё всё растёт изначально. Надо же. Никогда бы в голову такое не пришло. А что такое «микро» по-русски? Ну микро – маленькое, т.е. но оно маленькое почему? Потому что из него большое потом вырастает. Неочевидно. Вот неочевидно, но это факт, потому что Малая Польша и Великая Польша – это вот изначальная Польша и последующая Сейчас мы договоримся, что из Малороссии выросла Россия. Ну оно потому что у нас же Киев назначен был матерью городов русских. Метрополий, да, Метрополис, т.е. материнский город. Потом Малопольша разделила… и Силезия, конечно, отделилась, Силезия – три части отделились. Потом из Малой Польши выделилась ещё и Мазовия, где тут же уселись Мазовецкие пясты, Силежские пясты, Малопольские пясты, Великопольские пясты, а ведь рядом ещё, ко всему прочему, находилось помирание, т.е. поморяне, т.е. это славянские земли, которые, да, родственны полянам, польским полянам, но всё-таки не совсем они, и там не было пястов, и поэтому от Польши ещё это помирание отвалилось. Да, ну понятно, поморские славяне, т.е. прибалтийские славяне, причём это не все прибалтийские славяне, потому что там, если мы изымем территорию, которую занимали Балты и Финно-Угры, т.е. Пруссы, Литва и Эсты всякие, Чухна, то вся эта территория Южной Балтики была заселена славянами долгое время. Так вот, по морю это не вся территория, которая заселена славянами, а относительно узкая часть, которая граничит с одной стороны с Пруссией, а с другой стороны с Шлезвигом, т.е. южнодатскими владениями. И вот там это было, причём, заметьте, католическое герцогство, хотя там жили славяне, там такой был всякий Святослав II, Богуслав I, все католики при этом. И вот, да, и есть Пруссия, которая, повторюсь, с прошлого раза мы это выяснили, это последний анклав вообще язычество и, условно, дикости на территории Европы. Это последняя неосвоенная земля, которую нужно осваивать. Для чего? Для торговли, постройки городов как торгово-ремесленных центров, для сельскохозяйственного заселения. И всю Балтику, в том числе и Пруссию, конечно, начинают постепенно осваивать. А пруссы не то чтобы были этому сильно рады. По самым смелым подсчётам, этих самых пруссов на территории Пруссии проживало 1200 всего. При том, что они все были подроблены внутри себя на кучу племенных союзов. То есть там не было такого, что есть 200-тысячная Пруссия вообще. Там у них были территории Пруссии, Самби и много-много разных других. То есть если там в каждом племенном союзе проживало тысяч по 25-30, это хорошо. Но завоевать их никто не мог вообще. Так они присоединяться не хотели. То есть пока шла торговая экспансия, проблем не было никаких. Ну понятно, что этого купца могли зарезать. Так его могли в любом другом месте зарезать. И дома, да. И дома, понятно. Поэтому если ты купец, не будь дураком, вводи с собой охрану и веди себя прилично. Или сам кого-нибудь зарежь. Вот. Будет с тобой всё хорошо. Если есть большая охрана, ты прилично себя ведёшь, скорее всего останешься цел, здоров и с прибытком. Но Европа – это же того времени очень интересное место. Потому что к 12-13 веку из-за, в том числе, климатического оптимума, который, да, уже шёл на спад, но ещё имел место, очень сильно выросло население, прямо очень сильно, его нужно было куда-то девать. При том, что внутри Европы были колоссальные объёмы земли для внутренней колонизации. Т.е. не было в Германии такого, что просто никуда ехать, потому что всё заселено. Нет, это ерунда. Внутри самой Германии, ну любой из германских земель, было куда поехать, но там нужно было леса корчевать немедленно, болота осушать, потому что именно вот что? Но уже освоенная земля, вот именно освоенная земля начинала кончаться. И да, мы видим, как в Европе одновременно синхронно идёт внешняя колонизация, т.е. например, походы на Балтику, и внутренняя колонизация, причём внутренняя колонизация, конечно, была гораздо больше, потому что, ну вы представляете, если из Франции какую-нибудь, поехать куда, в Пруссию восточную? В оболочную. Зачем? Если можно внутри, ну конечно, внутри там тоже не сахар, прямо скажем, какие-нибудь болоты осушать, но это же в конце концов, ну просто ехать не так далеко, вот и всё. Но был, собственно, зачем, в том числе и лезли в Прибалтии какие-то дикие совершенно земли, а это были именно дикие земли, с очень трудными природными условиями, земли, а вот затем, с чего мы начали, говоря о Тевтонском ордене – там не было господина, это было дикое поле типа Запорожской сечи, куда можно было сбежать, и над тобой никого не будет, и поэтому там шло ползучее заселение, в том числе польскими, в том числе немецкими колонистами, которые просто туда, как казаки, уезжали. И они, что ужасно, они перемешивались с пруссами, и там далеко не всегда уже и в 12-м, и в 13-м, даже в 15-м веке было понятно – кто из вас прусс, кто из вас славянин, кто немец. Потому что я вот видел документ 1446 года, где из города как раз Данцига собирались выгнать некоего бюргера, т.е. лишить его гражданства за скоцкое поведение, и специально было отмечено, что он славянин, звали его Ганс Шварц, т.е. охренеть, какой славянин вообще. Т.е. это что, лишать гражданства Александра Исаевича Солженицына – это не большевики придумали, что ли? Неужели и это из цивилизованной Европы? Да. ЭТО – это ещё и антично цивилизованная Европа – лишать гражданства. Все норовили избавиться от всяких морозей. Вот ведь. Вот. Ну а вот смотрите, как вот мы можем, например, изучая просто перепись населения или деловые документы какого-нибудь Любика, или Данцига того же, или Эльбинга, отличить просто по именам славянина от прусса и от немца, если они все называются как угодно вообще, потому что есть немцы, например, с… причём, опять же, скорее всего, именно немцы со славянскими фамилиями. Т.е. если Шантахович, то уже всё понятно, а вот если Розенбаум – уже не совсем. Да, да. Опять же, талант глубоко, как у Фрятана, да. Иван Иванович, а фамилии как? Дедушки. Да. Исаак Израилевич, вот как талант глубоко сказал. Да. Так вот, есть люди, у которых фамилии явно прусские, т.е. Пройсен, Пройсиш и прочее. Есть сильный соблазн посчитать их пруссами, т.е. местными, которые натурализовались вместе с немцами, просто фамилия такая хорошая. Во-первых, так это тоже бывает, это точно, но одновременно бывает, что это, например, немцы или поляки получали такую фамилию. Почему? Потому что они поселились в Пруссии, потому что у них же фамилий тогда вообще не было. Фамилия тогда была привилегией высшего сословия, которые владеют землёй, и по этой земле называются так или иначе. А переселенцы, о которых сейчас говорю, кто это? Это же быдло. Опять же, быдло не в ругательном смысле, а в прямом смысле, т.е. податное сословие. У которых фамилий быть не может, и поэтому, когда, например, они поселяются в городе, основывают город, и у них чисто в деловом смысле уже нужны фамилии, это, как правило, были просто старые клички. Т.е. Дитрих Пройсен – это значит, Дитрих, который поселился в Пруссии, так и так может быть, запросто. Кстати, это Дитрих может быть вообще не немцем, это может быть просто пруссак, местный Балт. Очень сложно их отличить, они стали сразу перемешиваться. И, повторюсь, пруссы к этому относились нормально, просто потому, что это никак не угрожало их, в первую очередь, конечно, нарождающейся родоплеменной аристократии доходом, а даже ровно наоборот, это доходом было строго в плюс, потому что больше народу, больше работы, больше прибыли, всё очень хорошо, к тому же эти все переседенцы на приличных языках разговаривают, через них торговлю вести удобно. А вот вслед за ними, конечно, полезли миссионеры. И это тоже, конечно, пруссов в первое время никак не напрягало, потому что миссионеры и миссионеры, и что? Но среди миссионеров были прям яркие представители, которые занимались не просто убеждением пруссов, что нужно правильно молиться, а основанием кафедр на их землях. А раз они основывали кафедр на их землях, то понятно, что они брали эту землю в собственность и начинали эту собственность куда-то распространять, потому что вера, повторюсь, это всегда вопрос собственности в средние века, да и не только. Кто бы мог подумать? Да, потому что вот как? Дело-то богоугодное. Во-первых, непонятно, как ты определишь вот по какому основанию эту самую землю, чьи считать. А вот смотришь – это всё католики, и земля, значит, католическая, очень просто. Ну или православная, или мусульманская, неважно. И вот тут, конечно, родоплеменная аристократия бывала недовольна, и как минимум с X века там убивают, причём зверским способом, епископов, которые вот таким вот образом пытались кого-то крестить. Т.е. как минимум два прусских мученика мы знаем, которых там выпилили. Да, конечно, с учётом того, что это были средневековые язычники-варвары, убивали, как правило, интересным способом, ну чтобы так-то просто что-то паром его стукнуло, это же просто, ну что, ну как так? Это вот как в прошлый раз там обсуждали, как проповедник пошёл на кладбище, а местные чухонцы сразу стали спорить, его просто убить, сжечь в церкви или утопить. Естественно, вот уже что, не просто миссионерской деятельности, а колонизационно-миссионерской, они стали яростно сопротивляться, и оказалось не зря, потому что прямо вслед за миссионерами, которые собирались там себе земли отжимать, ну тут пошли войска тут же, и спасло их, естественно, ровно одно – кто их будет завоёвывать? Вот у вас, если бы там Польша была в том виде, как мы её сейчас знаем, ну конечно, все эти прусские племена продержались бы года два, может там 10 лет, но на этом бы точно всё закончилось, и вот мы видим, во что превратилась Польша. Это куча княжеств, которые даже в мыслях не держат помочь кому-то против язычников, наоборот, они ревниво смотрят, чтобы, разбив очередное прусское племя, ты его территорию не заняла, потому что тебе жирно будет, и то же самое в Германии. В Германии, если мы посмотрим на XIII век, немцам было чем заняться, потому что, ну на этой территории, конечно, потому что они воевали с Данией за Северную Германию, был вопрос, кто будет владеть Шлезвик-Гольштейном, и где конкретно пройдёт немецко-датская граница, там была постоянная резня, а я уж молчу о том, что вот мы только что смотрели, как в XII веке немцы друг друга резали, у кого-у-кого был полный порядок с феодальной раздробленностью, так это вот у немцев, у них было даже интереснее, чем на Руси, их, кстати, гораздо дольше. Так вот, немцы тоже их явно не могут завоевать, и поэтому пруссы очень долго держались и как раз демонстрировали своё язычество как политическую программу. Естественно, о прусском язычестве мы знаем только и исключительно из немецких документов, потому что немцы уже тогда любили порядок во всём, и поэтому, когда они заставляли пруссов отрекаться от язычества, они любили в грамоте точно написать, как именно их собираются заставлять отказываться от язычества, и от чего именно вы собираетесь отказаться, там буквально по всем пунктам. Поэтому, да, кое-что мы об этом знаем, ну, конечно, археология, но я имею в виду письменные данные нам в основном немцы предоставили. В этом, конечно, есть некий сценарий, наверное, плюс их этой прусской миссии. Да, вот, например, непосредственно с Пруссией граничили земли Конрада Мазовецкого, т.е. князя Мазовии, и если мы как раз посмотрим на то время, когда Андрош II выгонял тевтонцев из Венгрии, то мы обнаружим, что в это время Конрад Мазовецкий страшно страдал от пруссов, которые мало того, что не пускали его к себе, так ещё и регулярно совершали набеги на Мазовию. Тут, конечно, сейчас любая литература такая польского и немецкого центричная, она, редкий случай, звучит в унисон – Мазовия страдала от набегов пруссов. Ну, послушайте, а Пруссия от мазовчан вообще никак не страдала. Давайте-ка уж откровенно, эта игра в обе стороны играет, потому что как? Конрад Мазовецкий вообще не скрывал, что он собирается всю Пруссию забрать себе, он об этом неоднократно говорил, просто не получалось. А как он её пытался забрать? На переговорах G20, что ли? Да, конечно, нет, он туда с войсками ходил. Это заканчивалось убийством, мародёрством, грабежом и прочее. А Прусс – они язычники, у них обычай кровной мести, они в обратную сторону тут же ходили. И вот Конрад Мазовецкий решил пойти по проверенной дорожке, а именно по дорожке рыцарского ордена, и он создаёт в городе Добжинь орден добжиньских братьев, куда вступает он и некоторые окрестные феодалы, и вот у них получается такой свой орден, который просуществовал крайне недолго, т.е. там 10 лет, наверное, не прошло, как этот орден. Не получилось, да? Ну, во-первых, его разбили, пруссы, потому что просто мало было людей, т.е. то, что вы пытаетесь что-то скосплеить, не значит, но работать будет, причём, скорее всего, не будет. В это время в Польше, повторюсь, работал орден Калатравы, который тоже применяли против пруссов, т.е. испанцы, натурально испанцы воевали в Пруссии, же огонь. Оно как-то переводится – Калатрав. Это же по местности, по-испански, если не ошибаюсь, да. А потом… да, там же работали тамплиеры, там был диатез тамплиеров, и они там вроде как с кем-то воевали, но их было всех мало, т.е. там не было конкретно, что была здоровенная земля, какая-нибудь такая пограничная марка, на которой бы сидел этот орден и полностью брал на себя функции охраны границы, наступательных военных действий. Короче говоря, не военная это организация, а Домжинский орден, вот его разбили просто. Ну и что? А как раз это свободные немцы образовались, которых вот прямо сейчас выперли из Венгрии. А кстати, у немцев, у этих базы неподалёку им удобно здесь будет, потому что у них, вот повторюсь, в Тюрингии уже есть собственные земли, т.е. они будут получать довольно быстро военную помощь, и Конрад Мазарецкий совершает страшную ошибку – он приглашает тевтонцев к себе. Совершенно не посмотрев, что там только что было в Венгрии. Ну или он, может быть, думал, что у него-то будет всё гораздо лучше. Боюсь, очень умным себя считал. Ну да, он-то умнее, чем Андрош какой-то там, и он им передаёт землю Хельмно для того, чтобы… Опять же, вот да, он считал себя самым умным, чтобы немцы, во-первых, защитили Мазовию от прусских набегов, а во-вторых, захватили Пруссию. Для него. Толково. А, естественно, Гербан фон Зальц, именно в виду, что они Пруссию захватят – идея была именно в этом, только не для него, а для себя. Более того, пока Конрад Розавельский не чухнулся, а они с остатками Добжинского ордена… Конрад Карлович! …а они с остатками Добжинского ордена ещё соединились ко всему прочему. Вот, и началась первая экспедиция за ту сторону Вислы. Туда переправилось несколько рыцарей, как это описывает наш главный нарративный источник по этому поводу, – это тефтонская хроника Петра из Дузбурга, написанная в 1320-х годах, что несколько рыцарей переправили через Вислу и основали домик на дереве в местечке Торн. Так и написано? Да. Чисто картман. Да. Домик на дереве. Ну, потом понятно, что вокруг этого дерева построили деревянную крепость, потом каменный замок, теперь мы хорошо знаем этот город под названием Торунь, тогда это называлось Торн-место. Это у нас 1231 год начинается экспансия в Пруссии, массированная, уже тефтонская военная экспансия. И вот пока братья-рыцари делают вот ровно то же самое, чем занимались чуть-чуть раньше их ливонские братья, причём будущие в прямом смысле братья, т.е. установка крепости, крещения всех вокруг, потом с использованием местной рабочей силы эта крепость превращается в каменную крепость, туда селится серьёзный гарнизон, и потом рядом основывается ещё одна крепость и так далее. Ну, конечно, половину сжигают, но они всё равно строятся снова-снова-снова, и постоянно нужно привозить крестоносцев, потому что папа сказал, что это крестовый поход в Пруссию. Причём именно в полном смысле слова – привозят паломников из Европы точно так же, как в Ливонский орден, причём ещё больше, просто потому что до ливонцев далеко ездить, а тут всё рядом, т.е. гораздо ближе. Поэтому паломников в Тевтонский орден прибывает больше всегда. Кстати, да, это Пётр из Дуйсбурга постоянно описывает, как Генрих Латвийский, так и младший коллега его, монах Пётр из Дуйсбурга, постоянно описывают этот маятник крестоносный. Т.е. паломники прибыли, в ордене всё хорошо, всех побили, паломники убыли, остались только местные силы, всё плохо, и так год за годом. Но сама идея экспансии с опорой на долговременную фортификацию была очень здравой, потому что местные язычники не обладали технологиями производства требушетов, рытья подкопов, сокрушения долговременных каменных укреплений. Поэтому да, они эти замки брали во время постоянных восстаний, это просто была рутина. Да, они их жгли, да, они вырезали гарнизоны, да, более того, регулярно заманивали орденские и гостевые войска в какие-то непролазные дебри там перебивали, но эта ползучая экспансия была просто неостановима, она была очень небыстрой, но остановить её было никак нельзя. Ну силы совсем разные, да. По поводу силы чуть дальше скажу, это именно не сила, это методика. Методика оказалась… Если ты построил каменную крепость, то что ж ты с ней уже сделаешь? А я всё время буду оттуда вылезать, вас бить и прятаться обратно. Что ты с такими сделаешь? Это технология, технология и методика, они именно этим брали, а не прямой военной силы. Повторю, никаких возможностей прямой военной силы справиться с местами не существовало вообще, т.е. Почему? Нельзя было выйти в чистое поле. А во-первых, местные не ходили в чистое поле, зачем это надо? А то же самое, что было в Ливонии – слишком много племён, непонятно, кого разбить, чтобы сразу все сдались, т.е. такого центра нет, который можно разбить, Можно натравить их друг на друга. А вот это можно. Но в силу того, что, опять же, они примерно все условно равны друг другу по численности и силам, это натравливание будет долго происходить, потому что как только ты натравишь кого-то на кого-то и вместе с ним, конечно же, пойдёшь воевать, эти парни, с которыми ты будешь дружить, могут оказаться в победителях и усилиться, после чего они сразу восстанут против тебя тут же. И как быть в таком случае? Это постоянно бывало. Ну, опять же, это просто поэтому долго происходило, очень долго. Т.е. если мы смотрим, что в 1231 году начинается тефтонская экспансия именно на постоянной основе, то заканчивается она через 50 лет слишком. Т.е. да, это успешная экспансия, но безумно долгая. Два поколения, да. Да. И, повторюсь, именно этот-то успешный пример, потому что у ливонцев так здорово не получилось. Они, конечно, кусочек себе отхватили, но что у них вышло в итоге? Конфедерация самая рыхлая, с которой ничего невозможно было сделать вообще, и очень слабое давление на Литву войну со своей стороны, т.е. если тефтонцы воевали много и хорошо, ливонцы – мало и плохо, потому что силы оказались несопоставимы совершенно. Но тут всё равно, вот 50 лет до 1284 года эта война продолжалась без остановки. В большой или малой форме – да, были реально огромные военные столкновения, а пруссы регулярно, повторюсь, эти тефтонские войска расколачивали, просто потому что, опять же, мы себе представляем совершенно неправильный любой орден в Прибалтике, потому что всем кажется, что это кошмарная какая-то сила, люди с крестами на котах, в горшках, их там прям все в кольчугах с копьями, их огромное количество аж до горизонта. Это всё такое штампованное, неправильное представление, которое имеет под собой легенды XIX века, вызванное лобовым прочтением, как правило, очень поздних нарративных источников, что что такое Тевтонский орден вообще в Европе? Это 452 рыцаря. Везде. Всё вместе. Это 452 орденских брата-рыцаря, причём их численность иногда была чуть больше, иногда чуть меньше, но в целом примерно вот так, понятно, что это, повторюсь, орденские братья-рыцари, т.е. это люди, которые занимают командные должности, это, понятно, великий магистр, ландмастер, великий комтур, комтур казначей, бальин, фокты и т.д. Ну это да, это не вся воинская, не все воинские подразделения далеко, но, ну давайте так, было остальных в 5 раз больше. Ну это что, 3 тысячи человек у них получается? На весь орден вообще, который есть. Небогато. Т.е. они воевали-то в основном силами паломников, ну опять же, сезонно, и сколько опять же их приезжало? Иногда много, иногда мало, иногда вообще никого не приезжало, об этом нам хроника однозначно говорит, например, Петра из Узбурга, легенды Латвийского, что в этот год паломников не было, но они там такие, что деется, что деется. Да, учили место населения, воевали с местными в основном, поэтому когда говорят – вот разбили орденские войска, и мы себе представляем, как стоит Александр Невский перед великим магистром и говорит – лёд тронулся, господа рыцаря, и там все под пенопласт уходят немедленно, в бассейне – нет, отставить, это местные расколотили местных, с которыми было там 150 человек немцев, да. Да, и, кстати говоря, уничтожение Тевтонского ордена – все почему-то думают, что поляки его уничтожили, нет, его уничтожили немцы, потому что они немцев задрали так, что именно немцы в первую очередь были недовольны этим самым Тевтонским орденом, т.е. своим немецким орденом. Как, собственно, и ливонцев-то? Немцы постоянно пытались придавить, а ливонцы – тут тоже, казалось бы, немцы – изо всех сил сопротивлялись. Это донациональная эпоха, всем было пофиг какой-то национальности, главное – с каким-то гербом, вот это важно. Так вот, что в это время делал фон Зальц? Потому что, во-первых, да, была выдвинута идея, что это все наши земли. Естественно, он сделал сразу то, что попытался сделать в Венгрии, но не успел. А именно, обратился к императору Священной Римской империи, Фридриху II Хогенштауфену по кличке Ступормунди, мой любимец, удивление миру, и к Папе Римскому Иннокентию IV с целью того, чтобы вот это пожалование Конрада утвердили на постоянной основе и отдали Пруссию. Кстати, по поводу «отдали Пруссию» – это смешно очень, потому что Пруссию еще должно было завоевывать. А Конрад, узнав, что собираются у него Пруссию отнять, очень сильно обиделся, хотя, опять же, это очень смешно, еще и никто не завоевал. Они там уже там, а я Пруссия, я буду ее завоевывать, такой там, да у тебя же уже не получилось, что ты ноешь, мы ее будем завоевывать, но тебе не поделимся. Короче говоря, идея была именно такая. И это очень интересно по нескольким причинам. Во-первых, это памятник средневекового вообще юридической казуистики, потому что в три приема эти договоры были заключены. Крушовицкая грамота знаменитая – это вообще-то поляки однозначно говорят – это фальшивка, которую состряпали немцы, чтобы как-то обосновать свои права на эти земли. Ну, потому что если это не фальшивка, значит, выясняется, что их в 1945 году немцев оттуда выгнали зря в 1945-м, потому что это их земля по праву. Но это опять же всё полная ерунда, это перенесение современных реалий на Средневековье – это чушь. То, что написана эта Крушовицкая грамота была не Конрадом Мазовецким, это почти однозначно. Там такая лексика, которая, понятно, что это писали люди, только что приехавшие из Святой Земли, а ведь все эти орденские рыцари, они реально только что приехали в Святой Земле, там, наверное, две трети было ветеранов горячих точек в Палестине. Ну, там пруссы называются прямо сарацинами. Только бесы, блин! Вопрос-то не в том, кто состряпал эту грамоту, а в том, что Конрад Мазовецкий её подписал. А сарацин – он откуда? Понятно, басурман, мусульман, а сарацин – это что такое? Очень сложно на самом деле, потому что есть предположение, что это потомки сары. Сарин сын. Да, сарин сын. Так сказал бы нам Фоменко. Но это вообще не факт, это тоже возможное объяснение, но вот нам сейчас люди, которые занимаются лингвистикой, говорят, что нет, это вообще не так, это там какая-то переделка местного арабского слова, которое просто неправильно поняли, неправильно услышали. Ну, так или иначе, вот их обзывают пруссов сарацинами. Ну, Мазовецкий-то и подписал эту грамоту, и бог бы с ним. Ну, давайте предположим чисто в виде допущения, что это вообще фальсификат, и Мазовецкий ничего не подписывал, даже немцы ничего не составляли, это просто более поздний документ поддельный, который был сделан, например, теми самыми тевтонцами, чтобы обосновать свои права на Хельмскую землю. Ну, во-первых, если бы это было сделано в самом деле в поздне тевтонской канцелярии, они никогда не стали бы обзывать пруссов сарацинами, там ребята уже сто лет жили на этой местности, они отлично знали, как в Польше составляют бумаги, они с ними постоянно этими бумагами обменивались, поэтому они так палиться бы не стали, конечно. Но ведь кроме этого есть же ещё два важнейших документа. Это папская золотая була из Римени, которая даровала права тевтонскому ордену на Хельмскую землю и Пруссию, т.е. папа утвердил этот проект. И есть такая же була от императора, т.е. эти земли были пожалованы, да, условно-сторонней силой, но, прошу прощения, Конрад Мазовецкий папского решения не оспорил, а т.к. он был католик, он обязан был с ним или согласиться, т.е. промолчать, или официально оспорить, а вот он не оспорил, другое дело. И что бы было, если бы он его оспорил? Интересно, как бы это могло повлиять на решение Папы Римского? Что вот, ой, ой, посмотрите, какой-то сейчас Конрад Мазовецкий оспаривать будет, и что? Но да, им даровали эти земли, дали карт-бланш на завоевание Пруссии. Представляете себе, что это… чего это стоило Герману фон Зальца? Вот чего это вообще стоило? Это гениальный человек! Я потому что, когда смотрю на просто общий контекст, если бы я был вот просто не в курсе подробностей, но был в курсе контекста, на уровне там первого курса, второго курса вуза, я бы сказал, до этого быть не может, просто вообще это физически невозможно. Кто такой Фридрих II Генштауфен? Это враг Папы Римского, Иннокентия IV, и вообще Папского престола, его в 1228 году отлучают от церкви Фридриха II, так на всякий случай, просто потому что он вот враг Папского престола настолько, он всё это, просто все горшки побиты. И что? Как получилось так, что Папа и император, которые кушать не могли, как друг друга не любили, одновременно подтверждают права Германа фон Зальца? Потому что положительное решение Папы – это однозначно, что будет отрицательное решение императора, и наоборот. Это мы видим там на десятках примеров. Но Герман фон Зальца – это человек, который умудрился выступать посредником между Папой и императором на протяжении всей жизни вообще. То есть Папа отлучает Фридриха II от церкви, а Фридрих собирается в крестовый поход, и Герман фон Зальца собирает войска Фридриха опального, отлучённого от церкви императора, и при этом Папа не отлучает Германа фон Зальца. Он идёт с ним, вдумайтесь, в святую землю, потому что как раз Герман фон Зальца, он реальный герой крестового похода. Там Фридрих II покупает Иерусалим, как мы помним, и вместо того, что был как дурак, там с катапультами и требушетами бракил и просто покупает, и он там пытается короноваться в церкви Гроба Господня, ну что, учитывая, что он под отлучением, это было бы немножко дерзко. И именно Герман фон Зальца отговаривает Фридриха делать такую хернё, чтобы окончательно не посраться с Папой. Не бесить. Да-да-да. И вот он выясняет, что именно этот человек, он умудрялся их непрерывно… ну, мерить это уже было, конечно, невозможно, но сохранять видимость приличий, и поэтому оба ему страшно доверяли. Сейчас немножко вспомним про миссионерскую деятельность, именно колонизационную миссионерскую на территории Пруссии, и мы немножко, возвратясь в предыдущий ролик, да, правильно, в предыдущий ролик, мы вспомним такого прекрасного человека, как христиана прусского. Мы как раз остановились на его работе в Пруссии. Христиан – епископ прусский, который решением папского легата вот данной области, Вильгельма Моденского, который вообще и в Ливонии, ты же помнишь, со всеми разруливал, и вот в Пруссии тоже. Он получил всю Пруссию в единое епископство, в единый диоцез, и что такое, крести её всю, сказал Вильгельм Моденский, крести её полностью. Полностью, да. Крести её полностью, вот. И да, крести её полностью. И христиан прусский принялся крестить. Более того, он выступал именно проводником идеи Конрада Мазовецкого на данных землях, ну потому что ему же, Конраду Мазовецкому, тоже нужно же было верное местное население, а лучше всего его для этого христианизировать. И тут прибывают тефтонцы, и христиан прусский сначала, как и Конрад, радуется, а потом понимает, что, кажется, у него сейчас отнимут всего его епископство, и отняли. И вот он-то, в отличие от Конрада Мазовецкого, у папского престола яростно оспаривает права тевтонского ордена на эти земли, яростно оспаривает. В чём это выражалось? Он стал кляузы постоянно. Кляузы были вполне конкретные, причём мы не знаем точно, вот конкретно в то время христиан прусский оговаривал орденцев, врал ли, но в дальнейшем все эти кляузы на тевтонский орден будут текстуально повторяться до XV века. То есть, видимо, всё-таки не совсем врал. Ну или нужно признать, что врали непрерывно все, это всё-таки довольно смело, я не готов. А именно, что они занимаются не миссионерской деятельностью, это не паломники. У них есть фетва от Папы Римского на крестовое паломничество, но они не занимаются этим, они занимаются прямым порабощением местного населения. Прямым порабощением. А христиан прусский тоже был не дурак, потому что он... Кстати говоря, Вильгиль Моденский, судя по всему, от лица, по крайней мере, Папы Римского, а может, и по прямой консультации с Папой Римским, это одобрил, он запрещал порабощать местное население. Запрещал. Это было очень умно, просто потому, что пока ты их не трогаешь, они воспринимают тебя как партнёра. Не тронь, оно и не воняет. Да, а если ты будешь их загадять в какую-то крепостную зависимость, не дай бог вообще в сервитаж, но они же в восстании поднимут, и поднимут точно, уже поднимали, даже не надо семипядей во лбу быть, чтобы поднять, что-то закончится кровище опять. Крестить их? Только они же любопытные, им интересно. Давайте, ну хорошо, мы всё понимаем, что они с первого раза покрестятся и ничего не поймут, но мы и по 8 раз покрестили, подарков им подарим, но главное, что мирно будет тихо. Да. Вот. И в этом отношении христиан-то прусский был умнее их всех вместе взятых. И он говорит, что вот всё, что я делал на протяжении 20 лет, а он там уже почти 20 лет работал, всё разрушено за два года. Вот как только они появились здесь со своими крестами и мечами, всё, потому что уже больше никакой христианской проповеди никто не верит, потому что видят, что христиане – это поработители, и христианство – это символ порабощения, ну потому что куда загоняли местных сразу? Бесплатно строить замок, плюс всё отняли тут же. Поэтому, когда местные военные восставать приходят, всех тут же поддерживают. Вот замок разбирают, всех убивают, и проповедовать им теперь невозможно. Более того, с этими христианскими идеями ещё и соваться опасно, потому что все уже всё поняли. Все будут одним миром, эти пруссы, они же по-немецки плохо разговаривают, они не будут отличать – ты нормальный миссионер или ты вот с этими? Крест есть, по-немецки шпрех, латыни шпрех, всё, это топить, топить упрямую тварь. И он это вот, да, и грабёж, и постоянный грабёж – это то, о чём пишут христиан-прусские. Немцы вообще не отстали, т.е. тевтонцы, потому что они, конечно, написали, что христиан-прусский, вы думаете, что он хороший? Он вон и какой, сейчас мы вам опишем, какой он. Он занимается тем, что вот деньги, которые мы, дорогой папа, отпустили на крестовый поход, разбазаривает, забрал себе и неплохо живёт вообще-то очень. Говорят – любовница, говорят – пьёт и т.д. Ну, в общем, короче, все молодцы там. Католитский носит крест, постами мясо ест. Т.е. там все молодцы, немцы молодцы, христиан – все молодцы. Но, в конце концов, Вильгель Моденский от лица Папы Римского разделил Пруссию на 4 диоцеза, и христиану-прусскому, как заслуженному деятелю, предложил забрать любой из четырёх. Опять же, это очень смешно, потому что ещё ничего не было завоёвано. Но христиан-прусский так расстроился, что пропал из источников, возможно, помер. Т.е. он неизвестно, какой диоцез принял, и принял ли вообще, просто исчезает. Ну, ему было немало лет, и он прожил, в самом деле, очень тяжёлую напряжённую жизнь, поэтому, может быть, он в самом деле от расстройства помер. Неизвестно. Ну, вот как-то так, да, исчез. А немцы начали колонизацию. Да, во-первых, они, конечно, отбились от Конрада Мазовецкого, забрали эту землю однозначно себе. И колонизация, да, это вот, как я описал, это было военное усилие. Военное усилие в основном при помощи местных союзников, наёмников, покорённого населения. Я не буду специально описывать военные перипетии, которые были, но скажем так, что их в основном было три главных военных усилий в этом направлении. После первого, ну, то, что называется как раз прусским крестовым походом, после первого было довольно сильное восстание, и ещё одно восстание, да, причём вот его подавили просто зверски, т.е. там тефтонцы показали себя с наилучшей стороны. Т.е. восставших пруссов, да, там вот как с эстами в Ливонии поступили, т.е. вот конкретно эти пруссы, которые ограничились с Хельминской землёй, вот они уже не восставали очень долго, до 1274 года, потому что их там так вырезали. И следующее восстание 1274 года, третье, получается, усилие – это второе большое восстание 1274 год, которое тоже очень сильно и жестоко подавили, но тут нужно опять же обратить внимание, что жестокое подавление оно было очень недолгим всегда, т.е. зверства творились как положено в Средние века, от всей души, но потом, опять же, это Средние века, это не Третий нацистский рейх, который был способен осуществлять постоянное планомерное зверство, просто потому что вот есть план, чтобы не было славян вообще, вот мы будем так делать, пока не будет славян вообще, ну или, по крайней мере, не будет достигнут какой-то удовлетворительный результат после запятой. А в Средние века, во-первых, так бы никто делать не стал, зачем? Это было абсолютно не нужно, потому что уничтожение местного населения – это, конечно, выход, но спрашивается, а что вы сюда отперлись, чтобы всех убить, а работать то будет? Это нельзя делать ни в коем случае. А во-вторых, в принципе, на столь длительные и полномерные усилия ни одно средневековое государство было вообще не способным. То есть, да, подавление – это год-два, на этом всегда что заканчивалось. И что интересно, с местными прусскими племенами заключаются равноправные договоры. Ничего себе! То есть, это не договор, скажем так, завоевателя с не до конца завоёванными, это совершенно равноправные договоры. То есть, пруссам выкатывается ровно одно условие, два, прошу прощения, которые, в общем, взаимосвязаны напрямую. Первое – не бунтовать больше, то есть жить мирно. Второе – принимать католичество. То есть, как только вы не бунтуете и принимаете католичество, вы представляете, пруссы вообще не рассматривались как поколённое население, потому что было бы логично предположить, опять же, с модерновых позиций, с современных евроцентричных позиций, что немцы, явившись в Пруссию, заселились всё немецкими колонистами и принялись угнетать местных. Ничего подобного. Потому что, повторюсь, немецким рыцарям было параллельно какой-то христианин – немецкий, прусский, какой-нибудь куршский, какая разница, они работают оба одинаково. Там ущемление происходило только в одном случае – если это неблагонадёжный. То есть, если это язычник, он неблагонадёжный. И если это христианин, пускай хотя бы для вида, повторюсь, это важно, чтобы это было для вида, это была именно декларация, потому что язычество оставалось в Пруссии до 17 века, его фактически вывели до конца только после 30-летней войны. Трепко держали. Повторюсь, это было всё равно, если ты как политическую программу поддерживаешь христианство, во что ты веришь, это вообще никого не колыхало, совсем. Ну вот, если ты был язычник, у тебя надел… крестьянский, конечно. Крестьянский земельный надел будет два хакена. Хакен – это мотыга, ну, крюк, хак. Гак. Гак, да, древняя мера земли, связанная с нормой отработки за день, т.е. то, что можно за день мотыга отпахать усилиями одной семьи. Т.е. это где-то около 10 гектар хакен. Ну, семья большая. Вот. Два хакена – это стало быть… ну, или там, не за день, а за цикл сельскохозяйственный, конечно же, два хакена – 20 гектар. В это время… Крепкие были семьи. Ну, большие семьи, конечно, всегда. В это время христиане получали надел… ну, опять же, получали. Как получали? В идеале получали, это положено было, не факт, что обязательно было так. Получали надел два хуфа. А хуф – это 32-300 гектара, где-то так. Два хуфа – 32-300 гектара. Стало быть, хуф – это 16,5-17 гектаров. Опять же, они же все, в зависимости от местности, могли быть больше-меньше, ну, вот примерно в таком размере – чуть больше 30 гектар. Ну, это же ого-го, какая разница. Там на 35% больше выходит. Поэтому, конечно, выгоднее было христианизироваться. И да, просто христианизироваться. При этом совершенно не ограничивалось то, что бы назвали местной инициативой. Потому что если какой-то местный крестьянин, вы представляете, оказывался внезапно кулаком или середняком. Так. А там же это неизбежно рано или поздно начинается. Немцы даже не думали его раскулачивать или рассереднячивать. Как только у тебя появлялось тем или иным способом личное земельное довольство, которое в три раза больше этого минимального, т.е. не два хуфа, а шесть хуфов, ты немедленно делаешься военнообязанным. И ты обязан выставлять лёгкую конницу. Т.е. середняк сразу служит лёгкой коннице тут же. В смысле лично надо служить? Или лично не выставлять кого-то. Это уж как хочешь. Как получится. И деньги, короче, начинать. А если ты кулак, т.е. вот у тебя конкретно уже манор, большое землевладение, т.е. там, я не помню, по-моему, в районе 30 этих самых хуфов, всё, ты обязан уже службы в тяжёлой коннице. Дороже. Это не просто дороже, это катастрофически дороже. Но кулак – всё, ты уже в армии, и никуда не отвертишься. Да, и ты никуда не отвертишься, или будешь служить ты, или ты будешь кого-то выставлять. Это, опять же, на твоё усмотрение. Ну, словом, семья-то большая, может, у вас там младший сын какой-нибудь негодный ни к чему, вот он поедет воевать. И, опять же, вот когда мы смотрим на тевтонскую экспансию в Пруссии и представляем себе, что там вся тевтонская конница с крестом и в горшках – это была прусская конница в основном, потому что мы понимаем, что даже если немецких этих дворян, военнообязанных, сержантов с ними вместе там было, ну, если во всём Тевтонском море из них там тысячи три, то, понятно, они же не все в Пруссии живут, им же нужно ещё местные бальяжи в разных местах обеспечивать, ну, вот если там их тысячи две на постоянной основе на всю Пруссию, то что быть там завоевали? Территория-то какая огромная? Так вот, лёгкая конница вся прусская, и тяжёлая конница, известная часть тоже прусская местная, это они, прошу прощения, они сделали так, что за них стали воевать местные. Просто такой, в общем, вполне разумной системы. Да, ни в коем случае не думайте, что дворяне, они вообще никакого отношения к дворянству не имели, даже рядом, это крестьяне, именно обязаны крестьяне, которые просто побогаче, победнее, но не обязаны войной службы. В конце 14-го, в начале 15-го века из них в самом деле, из этих местных Пруссов сделают нормальное немецкое дворянство по полной программе, т.е. там с гербами, с фамилиями, там все фоны станут. Собственно, большинство этого дворянства, которое потом оказалось в Российской империи – это местные пруссы, которым приделывали немецкие фамилии. Неплохо. Т.е. там есть, конечно, и настоящие немцы, но по факту это пруссы. Да, они, конечно, перемешивались с немцами со страшной силой, в т.ч. и дворяне с аристократией, с местной, важнейшей точкой опоры были даже не замки, а города, конечно же, потому что понятно, что замок – это важно, но он небольшой, и замок никогда не будет серьёзным центром хозяйствования, что важно, и поэтому задача-то была именно в городах. Вот что такое город? Образцом был Любик, т.е. это то, что было захвачено ещё в XII веке, этот Любик оказался на границе, самое главное, на границе с Данией, а значит, нужно было его заинтересовать, чтобы он ни в коем случае не смотрел в сторону Дании, а значит, нужно было выдать ему некие вольности. Кроме того, горожане, они уж сами умели эти вольности выбивать, так вот, не ожидая, пока горожане что-то будут выбивать, Любику предоставляется Любикское право, т.е. городские свободы, которые потом стали известны как Любикское право, т.е. самоуправление, собственные магистратуры, свобода торговли, налоговые льготы – это то, что в Центральной Германии называлось Магдебургским правом, а тут оно называлось Любикским правом, и городам Тевтонского ордена сразу начинают отваливаться эти Любикские свободы тут же, т.е. орденские города – это была такая точка хозяйственной жизни вообще, которая очень сильно, скажем так, была заинтересована в поддержке ордена, по крайней мере, на первом этапе. А вот кто был не заинтересован в поддержке ордена? Не заинтересован в поддержке ордена, конечно же, да, восстающие пруссы. Повторюсь, я не буду описывать специально, как это происходило, это очень нудно, это займёт ещё одну передачу, если описывать подряд все эти маленькие крупные восстания, которые мы только знаем, их очень много, если интересно, почитайте сами. Повторюсь, примерно к середине 80-х годов XIII века в основном это всё закончилось, хотя эксцессы случались и гораздо позже. Но там уже дальше идёт экспансия на Литву, и там в основном это связано именно с драками в Литве и иногда восстаниями в Пруссии, когда в Литве орден терпел очередное поражение. Так вот, пока недоволен появлением ордена стал ещё один католический владыка, а именно герцог Померанский. Если я не ошибаюсь, тогда его звали Святослав Второй, который в союзе с Козыродом Мазовецким начинает против Тевцонского ордена войну, т.е. нормальную войну, причём к этой войне немедленно подпрягают пруссов, т.е. тех самых язычников, против которых они же пригласили немцев воевать. Понятно, что не всех пруссов, а некоторые племена пруссов, и вот это было перебором даже для очень растяжимой резиновой морали XIII века, потому что вот этого не выдержал уже даже Папа Римский, т.е. он не просто их окрикнул, он просто приказал так, что вот, товарищи, вы, конечно, читали, я уверен, моё это послание, где я сообщал о начале крестового похода против пруссов. Да. Да. Вот вы, молодой человек, который святослау, вы, возможно, не читали, но вот так вот прочитайте, я пошлю ещё одну СМС. А вот вы, дорогой Конрад, вы явились инициатором этого крестового похода, т.е. вы точно в курсе, т.е. вы хотите сказать, что вы пригласили моих парней, прекрасного товарища Гермуна фон Зальца, чтобы они били вам пруссов и теперь сами организовали против них военные предприятия в союзе с кем? С пруссами, с язычниками, да вы там вообще рехнулись все, что ли? Сильно. Придите в себя! Вот. И тут пришлось, конечно, прийти в себя, потому что поссориться с папой в таких условиях означало бы сразу же поссориться ещё и с римским императором, а он не глядит, что папу не любит, а вот чужие земли он очень любит. И что бы помешало его организовать, например, ещё один крестовый поход, только уже не в Пруссию, а во вполне цивилизованной земли, где ничего не нужно осушать, вырубать, выкорчёвывать, и поэтому, конечно, пришлось охлануть. Как интересно всё складывается, блин. Пришлось охлануть, т.е. да, вот померанцы с Мазовией, они там, да, они попытались там серьёзно выступить, но вот, смотрите, ничего не вышло. Вот Герман фон Зальц до 1339 года проправил, и он оставил, конечно, орден в, с одной стороны, безмерно усилившемся состоянии, т.е. только что вообще ничего не было, и вот фактически создано новое государство, там, где создать ничего было почти невозможно, повторюсь, это самостоятельное государство, потому что великий магистр, он имел по окончании правления, ну или, по крайней мере, на излёте правления Германа фон Зальца, полные права имперского князя. Т.е. да, не князя-выборщика, это слишком круто, но имперского князя, а имперский князь, не смотри, что входит в состав империи, это вполне самостоятельный государь. Да, конечно, в составе некой эфемерной, большой, более крупной структуры, но это самостоятельное государство. При этом, конечно, есть один момент, есть второй, да, орден ждали очень непростые времена, и в первую очередь, потому что именно в 1242 году начинается война с Данией у Германии, и хоть какая-то поддержка ордена вообще делается на постоянной основе невозможно, потому что нужно было выяснять, кто будет владеть югом Дании и севером Германии, а там торговля, там балтийская, североморская торговля, это всё настолько важно, что, прошу прощения, какая там Пруссия, это всё потом будет интересно. Пока вот что интересно. И когда мы видим, что в 1242 году, а это уже время после битвы при Шауляе, битвы при Сауле, мы помним, что в 1236 году орден в Ливонии, орден меченосцев был практически уничтожен, и вот его остатки в 1237 году сливаются с Тевтонским орденом, и Ливонский орден превращается в ландмайстерство Тевтонского ордена, т.е. не Комтурия, а гораздо больше ландмайстерства. Т.е. имя правил не магистр просто, а ландмайстер. Когда начинается война с Новгородом, ну мы помним Александра Невского, вся эта история, Псков, который призвал тевтонцев к себе на помощь против Новгорода, по крайней мере часть псковских элит так поступила, когда случилась битва на Счетском озере, 1242 год, вы подумайте, откуда бы у Тевтонского ордена взялись войска для того, чтобы драться с новгородцами, когда всё, что можно было оттянуть на Датский фронт, Германия оттянула, конечно, на Датский фронт, т.е. там вообще шансов никаких не было. Что ещё раз подсказывает нам, какой Александр Невский был молодец, он точно знал, когда нападать. Толковый. В Тевтонском ордене были псковские бояре. Нет, в Тевтонском ордене не было псковских бояр, но часть псковских бояр однозначно совершенно имела в виду, что Тевтонский орден им поможет против Новгорода, потому что объективно Новгород далеко не всегда был полезен Пскову, потому что у Пскова была своя торговля, у Новгорода своя, но Новгород был больше, и поэтому он псковскую торговлю, конечно, на себя перетягивал прямо глобально, и Пскову нужно было или превращаться в пригород, типа Старой Ладоги, ну тогда просто Ладоги, или не превращаться. Превращаться было невозможно, потому что там уже сформировалась своя торговая элита во Пскове. Т.е. им нужно было что, обанкротиться всем? Вы это имеете в виду? А как? У них же там семьи, холопа, ещё не будут кушать после этого? Нет, конечно, и поэтому проблемы у Новгорода с Псковом были всегда. А у Москвы через некоторое время будут постоянные проблемы с Новгородом на точно таких же основаниях, и поэтому, когда Псков смотрел в сторону Ливонского ордена, так Новгород также потом будет смотреть в сторону Литвы. Опять же, не весь далеко, есть просто часть людей, которые занимаются серьёзным бизнесом, которым все эти самые имперские устремления вообще даже рядом не стояли, у них есть торговля, им это важно, а всё остальное им не важно. Если вы мешаете торговать, ну вам будут противодействовать, это железно совершенно. Поэтому, в общем, да, и тип действий такой же, и результат схожий. Это мы от тевтонцев отвлеклись. Да. Так вот, если это всё закруглить, то мы увидим, да, образование очень мощного нового государства, но, в самом деле, предельно показательное и очень интересное, как это из военно-монашеского ордена получилось самостоятельное по факту государство. Да, и мы видим очень последовательную, яркую политику по интеграции местного населения внутрь себя, и при этом же мы видим создание городов. Но мы тут же видим и то, как орден начинает этим городам противодействовать напрямую. Ну просто почему? Потому что как только город получает вольность, его обратно уже не загнать. Потому что, читайте выше про Псков, у него появляются собственные торгово-ремесленные элиты, город сам делает со себе аристократ, а так как вообще вся идея захватить Прибалтику, она была именно в торговле, естественно, города очень сильно богатеют. И они вместо того, чтобы вступать на постоянной основе в состав Тевтонского ордена, все вступают в Ганзу, т.е. надо было их создавать, чтобы они потом все в Ганзу сбежали. Как так? Ну, они делают таким образом самостоятельные, внимание, самостоятельные политические игроки на поле Тевтонского ордена. Именно города в итоге Тевтонский орден и сковырнут, не поляки. Потому что именно городское население, которое в общем-то поставляет и могло бы поставлять серьёзное ополчение и, самое главное, огромные деньги на наём войск, они это делать перестают. Их неправильно построили. Надо было по-другому. А по-другому нельзя. Потому что как только ты бы сам городам не предоставил эти вот любекские вольности, им бы предоставили их датчане. Подлые. А что? Датчанка гадит. Какие варианты? Они бы тут же сказали – а, так мы с датчанами будем тогда дружить, а не с вами. С дураками. Да. Повторюсь, в это время даже понятия национальности, национальной идентичности просто нет, оно отсутствует. Вы посмотрите, кто в этих городах живёт одновременно. Пруссы, немцы, поляки, славяне. Вот все вместе они там проживают. И им важно, что они в городе… вот да, они оградились стенами, у них там свой магистрат, свои права, свою торговлю, свой суд, своя монета. Вы там со своими этими крестами, с мечами на фиг не нужно никому. Сурово. Да. Надо же как обернулось-то, а? Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Да. А потом они возросли в крайне серьёзное государство, это самая Пруссия. Да. От моря до моря. Да-да-да, там Альбрехт, последний великий магистр Тевтонского ордена, он в 1525 году с ралостом и хохотом окрестился в протестантизм, признал себя вассалом вообще, польского короля, никакого не императора Римской империи, и всё. В это время остался кусок Тевтонского ордена в Ливонии, там такой, типа, я не знаю, что это сейчас было. Мы только что были Ливонским ландмайстерством Тевтонского ордена, а теперь что, получается, мы Тевтонский орден, ой, как-то нас стало мало. Сейчас нас кажутся, русские будут бить, и так и получилось. Так и вышло. А вот нельзя не захватить. А вот шведы, они на Финляндию в крестовый поход ходили или нет? Ну, это был условно крестовый поход, конечно, потому что я вот не знаю, был ли объявлен Папой Римским вот это самое именно крестовое паломничество, я вот, честно говоря, не знаю, нужно почитать. Потому что если это какой-нибудь местный епископ, то это, конечно, никакое не паломничество, это косплой паломничества. Только если Папа Римский объявляет общий земский поход, то нужно подпись, печать, и только после этого… Это сертифицированный крестовый поход, а не вот это вот, что вы тут устроили. То есть сейчас я тоже могу устроить. Так любой дурак может, да. Как шведы, например. Забраться в Финляндию. И сколько они там, лет 600 всех крутили на известном месте? Ну, долго-долго. К моему удивлению, у них же там вдоль по этому… Ну, у них же там конунги кругом, в Швеции так на заборе и написано, что это дворец конунга, а не шаляй-валяй. И конунгсвягр, который… Королевская дорога. Да, а в ней королевские кабаки, у которых висели таблички, что с собаком и финном вход воспрещён. Я думал, это про Брюса Ли. Не только. Это не только про Брюса Ли. Да, видимо, повсеместно такое было. Ну, они до Выборга дошли, да, и чуть не дошли до Ленинграда. Да. И чуть не дошли до Ленинграда. Они основали тут Ланскрону в 17-м веке, в 14-м веке, а потом новгородцы-то Ланскрону быстренько им испортили всю. Новгородцы всё время всё портили, а своё не строили, только портили. Не, почему не строили? Просто им сюда забираться было не очень нужно, потому что здесь жили местные, которым и так платили даньку и давали торговать, всё, всё остальное не очень интересно. Что ещё надо? Вот если шведы, это нужно сломать тут же. Правильно. Да. Потому что вот шведы построили Ланскрону на том самом островке, где теперь башня Газпрома должна была стоять на слиянии Охты и Невы, мои родные места фактически. Вот не получилось. Но крепость, да, основали, но очень ненадолго. Новгородцев сожгли. И потом шведы там основали Ниншанс, поверх старой крепости новую крепость построили. Там же на островке. У меня в детстве была книжка «Мир белого медведя», где в подробностях описывались повадки белого медведя для детей и не очень детей. Одна из отличительных черт белого медведя – он терпеть не может, когда из земли что-нибудь торчит. Поэтому, когда экспедиции отправлялись на Северный полюс, они на берегу выгружали провиант, стаскивали отовсюду валуны корабельными лебедками, значит, это были дубовые ящики, изнутри обернутые свинцом, и там лежали консервы внутри дубовые ящики. Они их складывали, значит, корабельными лебедками, обкладывали валунами и втыкали флагшток. Это так месил. Отовсюду сбегались взбешенные белые медведи, флагшток нахер, валуны в стороны, дубовые ящики в щепке, свинец разорваны, а банки все с сгущёнкой изжёваны и выплюнуты. Вот, здравствуйте, чисто новгородный. Их тоже бесили флагштоки. Шведские. Ну что, мы рассмотрели, получается, да, рассмотрели крестовые походы от экономико-политических оснований, зачем они были нужны, религиозных систем до наиболее ярких моментов, я считаю. У вас, по-моему, 10 получилось роликов и того. Красота. Всё. Как обычно, раскрылась с самой неожиданной стороны, вообще даже как-то в голове ничего даже похожего не было. Да я, собственно, кроме Петра Пустынника, который рассказывал, что... Пустынника. Сарацены на вкус примерно как фазан, блин. Крыльяя. Выгнил их супа. Богоугодное было дело, блин. Да. Молодцы. Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня всё. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Wargame, РУС, Солдатики и Моделизм. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok